Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И этот ролик будет основан на разборе одного кейса. Это как бы входит уже в привычку, чтобы были более понятные объяснения. Итак, было объявлено о том, что можно продавать разные цифровые товары через сайт BuyMeCoffee. И после некоторых объяснений, рассказов, показов одной ученицы, я хотя и не люблю, но так получается называть это учитель и ученица, и ученик. Вот давайте теперь разберем обычный кейс с обычными вопросами. Вот смотрите. После определенных поисков была найдена тема ниша, но на русском языке. Именно вопрос был такой, что я, в принципе, могу на русском все найти, но у меня проблемы с английским. И вот я попросил скинуть ссылку на русском, то, что она нашла. Вот она скинула мне эту ссылку. Переход по этой ссылке. Вот то, что она нашла. Нашла она вполне приличную тему. Вроде бы там она востребована. В конце ролика покажу в течение ролика, как именно определить, тема востребована или нет. Итак, первый этап. Не знаю, как все это сделать на английском. Найти англоязычные сайты и так далее. Чтобы все это было по-английски. Если вы заметили, они изначально на английском. Вот видите, вот это на английском название, это на английском. Правда, здесь вам не видно сами вопросники. Это опросник для самооценки. Они вот здесь вот по-русски, но название на английском. Вот давайте перейдем на вот именно вот на это и увидим. Save Challenge. Да? Если не получается именно, чтобы у вас было написано на английском. Здесь, может быть, у вас будет на русском. Сейчас почему-то у меня на английском это все отобразилось. Но, может, у вас там это вот название. Вот, Challenge самооценки. Это то же самое, видите? На русском название. Что надо сделать? Да все очень просто. Надо взять вот это, скопировать и через переводчик перевести и узнать, как это называется. Еще раз, здесь хоть и есть вот это на английском, да, можно и буквами там написать, и в поиске, и найти такую же тему на английском. Но вполне возможно то, что вы найдете, у вас вообще все будет по-русски. Вообще все. И для того, чтобы тему эту найти, просто можно взять и в переводчике перевести вот эту тему и найти, что это такое. Нашли, как это по-английски звучит, скопировали и в поиск вставили. Вот, пожалуйста, в поиске. И ищите. Вот там тема, вон тема, да, можно по всем им перейти. То есть это то же самое, но на английском уже. Вот здесь это все объясняется. Опять же, чтобы больше, лучше понять, лучше посмотреть, именно соответствует или нет, очень просто перевести на русский и почитать. Это то, что вы хотите или нет. Вот еще, пожалуйста, там это первая ссылочка. Вот вторая ссылочка. Вторая ссылочка, вот переход на Пинтерест. Здесь как бы небольшое отступление. Я вам всем советую, всем открывать, регистрировать всякие социальные сети. Будь то Пинтерест, будь то Фейсбук, будь то Инстаграм. Вот все, 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 все. Все, что возможно, все, что бесплатно регистрируется. Твиттер, ТикТок, все, все такое. И причем, причем, не один, не два аккаунта, а сколько сможете, сколько у вас есть почт. Потому что в разные моменты, в разное время, по разному случаю вам может понадобиться аккаунт, допустим, в Пинтерест, а у вас нету. Вот для того, чтобы увидеть вот эту ссылку, без аккаунта вы ее не увидите. Так что регистрируйте. Эта ученица вот буквально вчера зарегистрировала Твиттер. Делайте это, пожалуйста, все заранее. Имейте у себя, пусть они у вас будут. Эти аккаунты у вас кушать не просят, да, грубо говоря. Итак, вот перешел я вот по этой ссылочке, вот через Пинтерест, перешел, смотрю. Вот предлагается что-то такое, 30-дневный челлендж. То есть это то же самое, то, что надо делать, чтобы поднять самооценку. Здесь вот, видите, есть ссылочка на сайт вот этого пользователя Пинтерест, который разместил вот этот челлендж. И что тут есть? Вот эти все 30 вопросов, чтобы слишком не затягивать. Вот что надо делать, вот что надо там, как сделать самооценку. И вот здесь вот кнопка загрузить. Загрузить в данном конкретном случае. Это просто вот эта же самая картинка, вот тут вопросы для каждого дня, ежедневник, так сказать, для ответа самой себе на эти же вопросы. Вот здесь, вот если вы видите, вот здесь есть ссылка, точнее адрес сайта. Если будете размещать вот это, надо будет вырезать. Вот будьте к таким вещам внимательны. Итак, вот скачана эта картинка, вот это типа PDF-файл, но это никакой не PDF-файл, это просто картинка. Ну, ее, как видите, можно скачать. Без проблем. Скачать и использовать уже в своих объявлениях. Здесь, кстати, уже нету, вот видите, нету вот этого названия сайта. То есть это будет полностью ваше. Хорошо. Поехали дальше. Читаем. Смотрим. Вот здесь уже идет то, о чем я говорил. Вот видите, это просто сайт обычный, там, блог и так далее. Вот можете поизучать и просто сделать то же самое, скопировать то, что сделала вот эта, ну, девушка, я так думаю. Здесь есть вот такая вкладка «Магазин». Вот смотрите, видите, магазин. Кликаем по ней, по этой вкладочке. Здравствуйте, приветствую вас в магазине. Здесь у нее, я бы сделал здесь получше. Вот смотрите, видите, здесь просто вот ссылки без всяких картинок, без ничего. Вот просто ссылочки. Здесь можно было сделать красивее. И при клике, вот допустим, вот на эту ссылку, вот здесь написано, кликните по иконке и перейдите к покупке. Вот кликаем сюда и переходим, куда бы вы думали, в Etsy. То есть отсюда идет продажа вот этого товара. Она увязала свой, видите, связка какая. Аккаунт Pinterest переводит на блог. В блоге есть раздел «Магазин». Из раздела «Магазин» переход на сайт Etsy. Это может быть сайт eBay, может быть сайт Amazon. Кстати, я тут делал поиск, нашел и на Amazon. Сейчас посмотрю. Вот смотрите. Аналогичный сайт. Такой же сайт. Вот здесь вот написано. Вот здесь электронная книжка, которая поможет вам это все сделать. И здесь эта книжка, ну здесь в данном случае это бумажная книжка, продается через Amazon. То есть видите, да, какие переходы, какие возможности. Смотрите, бестселлер. Вот это уже переходим, значит, к следующему. Хорошо еще есть идеи, как из них выбрать, по каким критериям, пока не пойму. Это уже, так сказать, следующий шаг. По каким критериям? Ну вот смотрите, делаем поиск. Если в этом ролике у меня, ну не знаю, может минут 15-20 заняло все это. Вот именно востребована ли эта ниша, да? То есть вот самооценка там или вот это все такое. Видите, сколько отзывов? Это уже мои постоянные зрители понимают, о чем речь. Бестселлер, рейтинг 6144. Ну это бешеный рейтинг. Это и книжки, правда, но книжка посвящена этой теме. То есть это очень и очень востребовано. Так что тут особо задумываться не приходится. Другой метод, конечно, есть такой вот сайт, он бесплатный, Google Trends. Те, кто слышат в первый раз, могут набрать Google Trends. Естественно, тут выбрать страну Соединенные Штаты. Роликов полно, как пользоваться этим бесплатным инструментом. Так что я не буду особо на нем останавливаться. Что делаем? Берем вот то же самое, вот этот вот запрос и вставляем в поисковый запрос. И смотрим, насколько вот этот запрос востребован в США. Сколько таких запросов. Вот в Google по 100, по 70, по 50. Вот, короче, график вот этого запроса. Здесь надо выставить за 12 месяцев. Многие показывают за 90 дней. Вы можете поменять, допустим, в последнее время. Какая динамика по этому запросу? Ну, последние три месяца. Ну, в принципе, почему ставится, допустим, год? Это тоже объясню. Именно по этому запросу, ну, он более-менее, вот так видите, он на одном уровне. То есть от 25 до 100 запросов. Но есть запросы, которые более, их в день больше. И вот здесь, вот этот график, или вот так вот уходит он вниз, или поднимается вверх в течение года, или более-менее держится на одном уровне. Поэтому вот 12-месячный, он показывает, как бы, популярность запроса в течение года. И тренд вообще этого запроса. То есть вот этот вот такой перекрестный график будет вам показывать более хорошую динамику данного запроса. Итак, мы убедились, что вроде бы непонятный запрос, непонятная тема довольно-таки, довольно-таки востребована. Она востребована на Амазоне, эта тематика. Она более, это неплохие запросы. Для Гугла, для Гугла вообще, это нормальный запрос. В день 100 запросов, 100, там даже 30. Это неплохой показатель. Это неплохой показатель. То есть сама тема востребована. Итак, думаю, более-менее понятно постарался объяснить. И в конце ролика хочу сказать, что вот то, что было объявлено набор на обучение, это вдруг в двух моих группах, я уже скинул вот такой вот пост, что набор до 25-го, потому что работы очень много, я не успеваю, потому что с каждым занимаюсь по отдельности. Так что до 25-го числа все желающие, пожалуйста, свяжитесь. После 25-го не будет набора на обучение именно под эту тему. Потому что сюда входит еще и изготовление сайта вот такого вот блога. Ну, если честно говорить, я бы сделал тут очень многое по-другому, и все было бы красивее. Ну, в общем, не буду хвастаться, но что-то наподобие вот такого, то, что вот в этом ролике показывается, еще и это делаю. Так что работы много. Пожалуйста, связывайтесь до 25-го числа. С понедельника, грубо говоря, набор закончен. В понедельник набора уже не будет. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова